Приветствую коллеги, это аналитики валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмил и сами я, Артур Изятуль. Итак, в пятницу у нас вышел отчет по безработице в США, показал он нам, что экономика начала терять импульс, уже практически растеряла весь импульс, набранный за счет стимулирования, но это не помешало американским бережевым индексам и мы можем переписать недавние рекорды, по SP500 мы видим, что он приблизился к 3700 пунктам, по фьючерсам на SP500 мы видим пробой уровня в 3700, там получается максимум, даже чуть выже получается у нас сформировался. В свою очередь промышленный индекс Dow у нас второй раз превысил отметку в 30000 пунктов. В понедельник, как мы видим, у нас рынки перешли в небольшую такую мягкую коррекцию, доллар отыграл у нас часть позиций, вернулся он выше отметки в 91 пункт. Главный вопрос сейчас, продолжится ли коррекция, которую мы наблюдаем на фондовых рынках, в частности в США, потому что были у нас переписаны максимумы исторические, естественно с таких уровней покупать страшновато и хочется дождаться коррекции. Так вот, мы разбираем возможность, собственно, этой коррекции и ее глубину. Фундаментальные фоны и новостная повестка, которая у нас появилась в понедельник, они подсказывают, что уровень 3700 у нас побудет некоторое время локальным пиком. На мой взгляд, этот период можно установить в качестве недели. И коррекция у нас, вероятно, до уровня 3650. Примерно здесь у нас будет проходить 100-часовая скользящая средняя. Здесь у нас на этом графике она отмечена в виде вот этой зеленой кривой. При этом в перспективе мы имеем вторую цель, это коррекция до уровня трендовой линии, которая у нас появилась, начиная с 9 ноября, когда, собственно, у нас, если вы помните, новости важные очень появились. Это победа Байдена, благоприятная для рынков, и новости о вакцине. Тогда у нас, значит, начал формироваться новый бычий тренд. Собственно, от этой даты мы проводим вот эту трендовую линию. Вот, собственно, эта трендовая линия, и логичным выглядит в качестве второй цели после теста скользящей средней. Второй целью выглядит тест именно вот этой трендовой линии. А каковы же аргументы? Давайте сначала рассмотрим, что у нас произошло в пятницу по отчету Nonfarm PayRose. Прогноз в целом, ну, не сказать, что он был довольно-таки плохим. По основным цифрам, которые нам предлагают, да, это рост рабочих мест. Вот здесь уровень безработицы, уровень роста оплаты труда, точнее. Значит, рост рабочих мест у нас составил 245 тысяч, прогноз был 469 тысяч, то есть практически вдвое меньше у нас составил, был рост рабочих мест. Об этом я говорил в одном из предыдущих обзоров. То, что будет негативный сюрприз, потому что первичные заявки на пособие по безработице, которые, ну, вот, имеют более высокую частоту, получается, релизов, они показывали, что ноябрь будет слабым. Вот, собственно, эта слабость проявилась. Но это еще не все. Если мы заглянем, собственно, в детали отчета и посмотрим другую метрику измерения того, насколько изменились рабочие места в США, это опрос домохозяйств. Можно видеть, что число занятых у нас сократилось на 74 тысячи. То есть здесь мы видим у нас рост на 245 тысяч. Это показатель, который рассчитан на основе зарплатных ведомостей. Если мы смотрим на показатель, который у нас рассчитан на основе опросов домохозяйств, то есть опрашивают, появилась ли у них работа, были ли они уволены и так далее, то у нас занятость, она изменилась в отрицательную сторону и составила минус 74 тысячи. Вот такая вот у нас тенденция. Причем очень важно заметить, что этот показатель, который рассчитан через опрос домохозяйства, он более чувствителен, он более показательен во переломных моментах. Например, когда экономика теряет импульс и начинает замедляться. Как я уже сказал, предыстория со слабым отчетом non-farm payrolls, это были слабые динамика первичных заявок на пособие безработицы. Они у нас росли, указывали, что число тех, кто впервые лишился работы, оно у нас выросло. Вот, собственно, поэтому мы увидели вот здесь слабые показатели, как здесь, и еще более слабые показатели вот через этот отчет. Второй момент. Если мы рассматриваем, если мы анализируем безработицу, и мы видим ее сокращение, вроде бы это позитивные данные, однако это не вся картина. Очень важно после рецессии, особенно после того, как возникло во время пандемии, рассматривать именно уровень занятости в США, то есть долю от работоспособного населения, которое имеет работу. То есть до пандемии у нас этот показатель составлял 62%, при этом сейчас, несмотря на снижение, активное снижение безработицы, у нас этот показатель занято сейчас составляет всего лишь 57%. То есть очень большое число, большое число человек в США, которые лишились работы, они до сих пор не могут найти, они просто и не ищут, получается, и поэтому не попадают в категорию безработных, не фиксируются. Поэтому вроде бы мы здесь видим положительные изменения, но на самом деле у нас значительное недоиспользование трудовых ресурсов в США сейчас происходит. Безработица, к сожалению, это не улавливает. А второй момент, который нужно сейчас проанализировать, это динамика суточного роста новых случаев коронавируса в США, значит, на прочем деле я говорю, что после Дня Благодарения возможен всплеск, потому что люди собираются, потому что у нас начался шоппинг-сезон, это большее скопление людей получается, и вот действительно мы видим, что у нас в начале декабря вот здесь, после небольшого вот такого замедления, да, это лаг в обработке поступающих данных, прошел у нас День Благодарения в конце ноября, и вот мы видим, пожалуйста, всплеск. Число у нас, суточный рост новых случаев, он у нас увеличился, вот на самом деле, вот такой вот всплеск произошел, выше 200 тысяч в день получается суточный рост у нас составляется сейчас в США, держится он уже у нас 4 дня, собственно, тренд у нас тоже как видно повышательный. Вроде бы мы имеем определенность с вакциной, да, но она, к сожалению, никак не снимает краткосрочную напряженность с коронавирусом, с эпидемией в США у нас продолжает расти, продолжает расти у нас ежедневный прирост заболевших получается. Естественно, как-то нужно на это отвечать, краткосрочной перспективе, поэтому сохраняется риск того, что социальные ограничения у нас будут, произойдет у нас ужесточение социальных ограничений в США, чтобы как-то это побороть, потому что до вакцины еще есть время, и нужно что-то делать, чтобы это контролировать вот эту тенденцию, потому что она не очень хорошая. Поэтому у нас есть риск ужесточения ограничений, это, опять же, накладывается на слабый отчет по рынку труда, слабый ноябрь, он у нас подсказывает, что будет слабый декабрь, и еще у нас здесь накладывается этот риск новых ограничений, то есть ужесточения социальных ограничений. Вот, собственно, мы имеем вот этот риск, который может у нас проявиться сейчас на рынках, и нахождение СП-500, собственно, очень близко к историческому максимуму, так спокойно это вызывает подобрение, вызывает сомнения, вызывает подозрения, на самом деле, как это может вот так, ну, спокойно он переносит. Вот. Собственно, поэтому к этой ословевающей динамике в США экономической и вот ситуации с вирусом, поэтому можно вот отнести прогресс по переговорам, в переговорах по фискальной реформе, то, что разрабатывают пакет стимулов, то есть две, то есть обе партии у нас постепенно вроде бы идут к согласию, чтобы одобрить эту реформу, а вроде бы пакет стимулов должен быть одобрен в течение недели или двух недель. Вот, собственно, на этом сейчас рынок держится. На мой взгляд, вот эти ожидания того, что пакет новых стимулов примут в течение короткого времени, через неделю или через две, это основной фактор, который препятствует коррекции, основной фактор, который создает возможность вот быть, ну, оставаться в таком, оставаться в состоянии такой расслабленности, да, на исторических максимумах. Это как раз таки вот ожидание того, что будет у нас принят новый пакет стимулов. Поэтому, если мы имеем хотя бы небольшую загвоздку в новых переговорах, на мой взгляд, уже рынок не сможет это так спокойно переносить, и это будет как раз таки спусковым крючком для коррекции. Собственно, если у нас будут позитивные заголовки по этому направлению, это очередной, естественно, обычный момент, ставка на коррекцию, опять же, беспочвенная, потому что будет подниматься рынок вверх. Поэтому, в данной ситуации я бы внимательно следил за заголовками, которые характеризуют прогресс или, наоборот, замедление прогресса, наоборот, появление загвоздок, да, каких-либо переговоров по фискальной реформе, потому что от этого будет зависеть сейчас коррекция. Ну, на мой взгляд, в течение этой недели, возможно, следующий пик у нас по СП500 в 3-700 не будет проден, есть шанс, что у нас корректировать нижний, безусловно, дальше у нас будет только вверх, но для этого у нас как бы нужна сейчас коррекция, мы рассматриваем потенциальными уровнями, где можно подбирать индекс, да, ориентироваться на рост, это опять же, значит, первая цель 3650, это 100-часовая, скользящая средняя, вторая цель, это вот эта трендовая линия, то есть ориентируемся в длинных позициях вот на эти две точки. Вот, это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать, если у вас остались какие-то вопросы или появились дельные мысли по этому поводу, вы можете задать их или поделиться с ними в комментариях, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, а на этом у меня все, всего доброго, торгуйте, до новых встреч!